Да, все верно. Я был арестован и провел ночь в тюрьме. Два раза. Первый раз, когда мне было 19, и когда мне было 22. Скажу по правде, это самое начало моих неудач. Моя первая компания Тейлорд Сьют, я ее основал и не просто провалился с ней, а загнал ее в долги. Когда я только закончил универ, то меня уволили с первой работы через три месяца. Когда я попал на флот, то начинал с военного пилота, проучился два года на курсах пилотирования и провалил выпускной экзамен. Если посмотреть назад, то я испытывал неудачи снова и снова. Моя GPA оценка была 2,9, когда я выпускался. Зато я веселился и тусил на вечеринках постоянно. Это и сказалось на мне. Для чего я это все вам рассказываю, друзья? Наверное, потому что я убежден, что неудачи не определяют нас как личность. А важно то, что мы делаем после того, как упадем. Как у нас получается взять себя в руки и двигаться дальше. Так что эти несколько раз, когда меня арестовывали и держали в тюрьме, я просто прожигал свою жизнь. Было весело. Убегал от полиции и карабкался на здание. Да, я вел себя глупо. И знаете, что я понял? Что у меня появилась алкогольная зависимость. Я перестал пить и могу сказать откровенно. Это реально изменило мою жизнь. Я перестал тратить деньги на алкоголь и не пропадая в компании пьющих людей. Конечно, я понимаю, что в этом есть своя ценность и я провожу время с друзьями. Я просто выбрал роль трезвого водителя. Я вернулся в университет, несмотря на мой низкий балл. Я смог подготовиться и пройти вступительные экзамены в Техасскую школу бизнеса. Все это время я не пил, занимался. И знаете что? У меня была отличная успеваемость, потому что я учился и применял знания. После моей неудачи с Тейлор Цьют я основал то, что вы нашли сейчас. Это Real Men Real Style, которая имеет базу в миллионы людей, и эта компания на миллион долларов. Это восхитительное ощущение, когда ты понимаешь, чего можешь достичь, когда возьмешь себя в руки. Но вот в чем суть, я бы никогда не взялся за ум, если бы не мои друзья, и семья, и те люди, которые меня окружали. Потому что мы нечто среднее от тех людей, которые нас окружают. И если у вас нет своей тусовки, группы людей, которая вас окружает, от которых вы бы могли набраться сил и энергии, когда вам плохо, и вы на нуле. Ребята, это будет очень тяжелая жизнь. Я настоятельно рекомендую вам начинать выстраивать свой круг общения. Да, круг общения звучит не очень. Просто пусть вокруг вас будут настоящие друзья, которые вас поддержат в тяжелый момент. Если у вас нет таких людей, и вы их ищите, скажем, вы заняты бизнесом или созданием продукта. Это довольно одинокий путь. Как найти таких людей? Друзья, для этого я создал My Influential. Это моя конференция в Атланте, Джорджия. Ссылку я прикреплю в описании. Эта конференция проходит каждый год в феврале. Сейчас это будет 22 и 23 число. Могу сказать точно, это мероприятие, которое меняет жизнь. Я его создал, и называю это «конференция», но по сути это просто вечеринка, на которой собираются все мои друзья. Потому что я хотел, чтобы все люди, которых я встречал по миру, я хотел собрать их вместе и провести круто время. Я просто не хотел путешествовать. Так же, как и Аарон Марина, мой партнер. Мы просто хотели организовать вечеринку у себя дома. Так и получился My Influential. Хотите услышать дальше историю? Думаю, вам любопытно. Вы слышали про флот, про то, как меня отчислили из летной школы. Я попал в пехоту и служил в третьем батальоне морского флота, что раскрыло во мне лидерские качества. Каждый раз, когда мне было плохо, рядом со мной были отличные наставники и люди, которым было небезразлично. И они меня приободряли, помогали идти дальше, достигать новых высот. Друзья, для этого я и сделал конференцию. Знаете, если это видео нашло вас в трудный момент, то есть люди, для которых вы имеете значение. Найдите их и просто держите их рядом, как зениц ока. Это одна из самых сильных вещей, когда вокруг вас правильные люди. На этом все, друзья. Берегите себя, до встречи в следующем видео.